Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Ваешев, новая глава, начинается она с того, как говорил Раши, что слово Ваешев вообще, и сидел, никогда не упоминается в Торе в положительных каких-то коннотациях. Мы сидели в Египте и попали в рабство, написано. Яков сидел на земле своих отцов и случилась продажа Йосефа. Точно так же это слово упоминается в разных случаях у пророков и всегда имеет негативный, так сказать, оттенок и последствия. Прошлая глава, например, была Ваешлах и послал, до этого воец и вышел, везде активность, и нигде не пишется, что будут последствия отрицательные. Но сейчас Яков захотел сесть, вздохнуть с облегчением, и после всех испытаний Лавана там, и сказано, что ты захотел спокойствия, не положено, в этом мире нет такого спокойствия. Вот тебе история с Йосефом. То есть состояние сидения, остановки для человека пагубное. Можно только так подъехать куда-то в отпуск, для того, чтобы набраться сил для дальнейшей работы. Иначе это все, мы должны все время быть в движении, двигаться, расти. Сидение это вредное для нас состояние. Так написан тот, кто создал мир. Вообще надо идти по законам, которыми создан мир, по законам Бога, и тогда мы совершенно иначе видим мир. Нам надо приближаться, вот не просто пошел урок, прочитал и пошел дальше. Надо двигаться в этом направлении. Был Равин Сакс, это великий человек, он написал такую интересную вещь, я хочу вам ее рассказать. Почему надо вообще приближаться к Богу. И вот то, что он назвал алгоритм Торы, и что он сделает с вашей жизнью. И вот писал Сакс, что прежде всего он укрепит ваши отношения, важные отношения. Человек не может в одиночку двигаться вперед по жизни, обретая успех, счастье и так далее. Все исследования показывают, что успех и ощущение счастья зависят от качества отношений с близкими людьми. И это первое, что сделает для вас иудаизм. Во-вторых, любой успех зависит от привычки к самодисциплине. От привычки к силе воли, там сказать. И Галаха, еврейский закон, это лучшая в мире школа для воспитания самодисциплины. Для воли, это единственный способ преуспеть. В-третьих, написал Сакс, если вы хотите избежать перенапряжения, истощения, в некоторых непростых перепитиях жизни, вы должны открыть для себя субботу. Это лучшая школа в мире для умения установить равновесие между работой и жизнью. Такая сила субботы. Во времена Маше суббота была днем свободы от тяжелой работы. Сегодня это день свободы от порабощения телевизором, электронной почтой, соцсетями и так далее. В-четвертых, сказал Равин Сакс, счастье это благодарность. Если в вашей жизни появляется Бог, какие первые слова вы говорите каждое утро? Молитва. Спасибо тебе, благодарю тебя. Вы благодарите даже прежде, чем подумаете. Если вы так живете, не ждете, когда придет что-то счастье, но благодарите и благодарите, это и будет путь счастья. В-пятых, иудаизм поддерживает вашу способность мыслить все дни вашей жизни. Потому что нам предначертано все время учиться. Не ржавеют шарики. Шестое. Независимо от того, чем вы занимаетесь в жизни, вам всегда нужен будет некий моральный кодекс. Какой-то внутренний голос, который в нужный момент говорит нет. Он вам необходим. Иудаизм учит, что есть да и что есть нет. И седьмое и последнее. Для счастья, для успеха, для стойкости нам нужна самоидентичность какая-то. Мы не просто хотим быть атомом, парящим в космосе. Мы строители, мы участники великой стройки Бога. Совместно с ним. Вот эти все вещи не просто как-то поменять могут в вашу жизнь и существование. Нет, они внесут кардинальные изменения в вашу жизнь. И сказал Равин Сакс в окончании. Измените себя и начните менять мир. Я обещаю вам, что через годы вы оглянетесь назад и скажете, что это было лучшее решение, когда вы когда-то принимали. Надо, особенно сейчас, в этот период, надо вслушаться в эти слова. Надо, сказал Сакс, давайте изменим мир вместе. Для тех, кто хочет рассуждать, это я закончил про Саксы, да. Взвешивать, насколько это беспроигрышный вариант, а не потеряю ли я что-нибудь. Есть короткая история из нашей недельной главы. И увидел начальник пекарей, что он, Йосиф, хорошо истолковал сон предыдущий. И сказал, мне тоже вот тут снилось. Помните историю с печью Немрода? Когда спросили у Харана, брата Авраама, с кем он, с Авраамом или с Немродом, тот подумал, посмотрим, как там Авраам выйдет с печки, скажу, что с ним не выйдет, нет. И увидев, что Авраам вышел из печи цельным, да, он сказал, я с Богом Авраама. Его бросили в печь, и он сгорел. То же самое с Виночерпием. Виночерпи услышал, что толкование сна исходит от Всевышнего. И доверился ему. Выразил готовность принять любой приговор, злой или добрый. А пекарь же был разумнее, рациональнее. Он сказал, посмотрим, стоит ли мне доверять вашему Богу. Мера за меру. Тот, кто верит Всевышнему, тому и Всевышний воздает по такой же системе. Вы знаете, я сейчас еще успею два слова сказать. Однажды между Равином и Фабрикантом возник разговор о действенности религии. На вашем месте, сказал я, Фабрикант, я бы переменил профессию. Смотрите, сколько людей утверждают, что верят в Бога, и в то же время коррумпированные, неэтичные. Равин говорит, поднял, выйдя на улицу, вышли, видит ребенок грязный такой. Он говорит, слушай, я бы на той месте сменил профессию. Почему? Ну смотри, говорит, на этих людей. Ты выпускаешь мыло. Но если они такие грязные ходят, значит не получается. Тот говорит, подожди, это нечестно, Фабрикант. Мое мыло великолепное. Просто ребята им не пользуются. Вот так сказал Равин. Вы попали в точку. Тора дана нам Богом. Она совершенна. Но беда в том, что люди, о которых вы говорите, не придерживаются ее. Надо верить. Надо настраиваться на эту волну. Это никогда не легко, но тем не менее приносит результат. Брахавы от слаха. Всего самого лучшего. Хорошей недели.